Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Пророка Иеремии, обратимся к 39-й главе. Коротенькая 39-я глава повествует о событиях после взятия Иерусалима на Уходоносором и Вавилонскими войсками, о событиях, которые происходят в городе и в первую очередь имеют отношение к судьбе Пророка Иеремии. Собственно, такая очень краткая, можно сказать, почти биографическая запись. В 9-й год седыки царя Иудейского в 10-й месяц пришел на Уходоносор, царь Вавилонский, со всем войском к Иерусалиму. Город был взят, и царь и военачальники побежали, чтобы выйти из города через царский сад. Удивительно, почему у всех царей и их начальников обязательно находится какой-то такой царский сад, где они могут, переодевшись в женское платье, куда-то там такое удрать, бросив свои народы на растерзание завоевателю. Ну, в общем, эта схема постаряется тысячелетиями, и совершенно ничего нового в ней нету. Я бы сказал, что это выявляет некоторую противоестественность, или, по крайней мере, неоднозначность феномена человеческой власти вообще. Как выражается экклезиаст, когда человек властвует над человеком, всегда во зло ему. Вот царь Садыке вместе со своими прихвостнями, поскольку они бежали позорно, уже можно называть их разными обидными словами, вот царь со своими прихвостнями бежит из Иерусалима, и, тем не менее, войско халдейское погналось за ними, взяли его и отвели к Нову Худоносуру. Все равно их догнали, они даже сбежать не могли. Бог от них требовал, чтобы они исправили нравственную и вероучительную сторону своей жизни, они даже сбежать не могут. Что уж они могли бы там изменить? Вот, понимаете, в самом деле масштабы человеческой личности часто оказываются глубоко ничтожны по сравнению с теми задачами, которые Бог нам предлагает на вырост. Ну вот, царь Садыке арестован, его привели перед Нову Худоносором, и как это принято у правителей древности, особенно Древнего Востока, царь Вавилонский заколол сыновей Садыке у него на глазах, заколол вельмож и самому царю Садыке выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы увезти в Вавилон. Дом царя и дома других выдающихся жителей Иерусалима халдеи сожгли. А остаток народа, перебежчиков, которые перешли к халдеям и прочий оставшийся народ, начальник Нову Зардан переселил в Вавилон. И вот, собственно, в двух-трех словах вся трагедия Иерусалима. Как и говорил Иеремия, царю Садыке, он сам и его сыновья гибнут, его уводят в плен в Вавилон, и все маломальски заметное в Иерусалиме и Иудее, людей, владевших домами, вообще хоть чем-то владевших, каких-то ремесленников, умельцев, виноградарей и так далее, уводят в плен в Вавилон, не объясняя никому ничего. И это, на самом деле, вот эта депортация страшная вещь, потому что людей отрывают от их собственной жизни, и никто не знает, что дальше ожидает их. А в Иерусалиме остаются бедные народы, которые ничего не имели. То есть те, кто не смог никаким образом организовать жизнь, не смог ничего заработать по тем или иным причинам. Здесь вообще не обсуждаются, так сказать, социальные вопросы, обсуждается только тот факт, что в Вавилоне нам были не нужны эти бедные люди, которые не могли обзавестись, так сказать, никакой собственность, никаким положением. Вот им оставляют на Узардан виноградники и поля. Они, может, и не знают, что с ними делать. У них никогда их не было. Если они и работали на этих полях, то только в качестве упаденных рабочих. Но, тем не менее, вот они остаются, так сказать, вместо населения. А население увозят в плен. И дальше во второй плене главы разговор идет о том, что царь Навуходоносор про Иеремию велел своему начальнику, наместнику, как это называется, военному коменданту Иерусалима Навуазардану, возьми его и имей его во внимании, не делай ему ничего худого. Ой, как он скажет тебе, так с ним и поступай. Ну, можно, во-первых, предположить, конечно, что царь Навуходоносор считал, что влияние Иеремии до какой-то степени помогло Вавилонинам взять Иерусалим. А может быть, он был впечатлен тем, что этот мужественный человек пророчествовал о гибели и взятии Иерусалима задолго до того, как Навуходоносор это сделал. И его пророчество исполнилось, несмотря на то, что ему пришлось там отсидеть в яме, в тюрьме, в темнице, в подвале за эти самые пророчества. Так или иначе, Навуходоносор велит своему коменданту поступить с Иеремией так, как захочет сам Иеремия. Иеремию взяли со двора стражи, то есть, собственно, из темницы, и поручили его Гадолии, и Гадолия отвел его домой, и Иеремия остался жить среди народа. То есть, Вавилон-то его не угнали, а он остался жить среди народа. И где-то в это время было к Иеремии слово Господне, обращенное к Авдомилеху, человеку, который в предыдущей главе в общем спас Иеремии жизнь и уговорил царя вытащить Иеремию из ямы. И вот этому Авдомилеху посреди всего вот ужаса, штурма, захвата, грабежа, депортации вот этому человеку Бог через Иеремию говорит, да, я исполню слова мои об этом городе во зло, а не в добро ему, но тебя я избавлю, тебя я избавлю, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование. Упование Авдомилеха и эфиоплянина на Бога выражается, собственно, в том, что Авдомилех восстает против жестокости и кровопролития по отношению к Иеремии. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...